Здравствуйте, уважаемые друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Ребята, сегодня хочу вам рассказать об одном приложении, которое сжирает нашей памяти практически, ну, кого 400, кого 500 мегабайт. И, в принципе, мы им не особо пользуемся. Я сейчас покажу, для чего нужно это приложение, а вы уже решите, пользуются мы или нет. И если вы действительно этой функцией не пользуетесь, можете смело освободить почти полгига свободной памяти. Смотрите, заходим в все приложения. Почему? Ребята, у нас два телефона. Сейчас я покажу, как это приложение набирает вес. Вот смотрите, вот здесь у нас Redmi Note 10 Pro. Свежий телефончик, которому неделя всего, да. И нас интересует с вами приложение «Синтезатор речи Google». Смотрите, в данный момент он занимает 70 мегабайт свободной памяти. Ну, и в фоне работает. Он не всегда работает в фоне, это какая-то больше случайность. Но 70 мегабайт он сам занимает место. А теперь мы сейчас посмотрим это же приложение, но на телефоне, которому полтора года. Это Mi 9T. И тут, смотрите, синтезатор речи Google весит 512 мегабайт. То есть полгигабайта. Было вот так, стало вот так. Давайте поймем, нужен он вам или нет. Я вам покажу три случая, в которых он используется. Если вы поймете, что вы ими не пользуетесь, я вам покажу, как его отключить. И вы спокойно освободите полгигабайта памяти. И освободим немножечко оперативки. Уберем приложение, которое само по себе может работать в фоне. Итак, друзья, где же это приложение используется? Первое, друзья, если вы пользуетесь переводом текста речи, когда читаете онлайн-книги. Вот, например, читалка AllReader. Здесь какая-то книга открыта. Вы можете включить вот такую функцию. Вам лень читать. Нажимаете сюда. Действия. Текст в речи. Нажимаем. А премьер-министр направился к хозяину, протягивая руку. Рад видеть вас снова. Премьер-министр не мог искренне ответить тем же, а потому промолчал. Хоть и голос немножечко фу-фу-фу-фу-фу, но подстроить его можно. Как-то это можно использовать вот при озвучивании онлайн-книг. Для этого нужен синтезатор речи Google. Второй момент, друзья. В наших телефонах во всех практически есть функции для людей с ограниченными возможностями. Если мы в настроечках телефона зайдем в расширенные настройки, в спецвозможности, то вот здесь вот будет, например, у людей с нарушением зрения, есть функция TalkBack, то есть, ну, говорящая хрень. И если мы ее включим, любое нажатие кнопки на телефоне будет озвучиваться. Примерно так. Вот видите, все озвучит. Все озвучит. Сейчас я нажму сюда. И вот он каждое наше нажатие будет озвучивать. Для этого тоже нужен синтезатор речи Google. Давайте мы ее сейчас отключим. Это вторая функция, где может использоваться. Ну, еще говорят, при там, при смотре Google фильмов каких-то еще, Google, но мы этим приложением не пользуемся. И говорили о том, что когда мы в словаре какое-то слово переводим, в гугловском, там неважно в каком, вот за это тоже отвечает синтезатор речи Google. Но вот с этой штукой, что он переводит Google, я могу поспорить, ребят. Смотрите. Если мы с вами зайдем, как вот через Play Market мы заходим, где приложение отключать, да, и выберем здесь синтезатор речи Google, я потом покажу, как сюда попасть, чтобы вы смогли его отключить. Мы зайдем сюда с вами уже по-нормальному, когда будем отключать. Ну вот синтезатор речи Google. Я нажму отключить. Отключу приложение. Соответственно, перейдя в настройки, я увижу, что значок красный выключен, и синтезатор речи Google как бы не работает. Это уберем. Давайте переводчик перезапустим. Снова зайдем в переводчик. Как видите, даже с отключенным синтезатором речи Google переводчик все равно работает. Вот такие две функции, ребят. По-большому это озвучивание текста в речь, и вторая функция это для людей с нарушением зрения. Вот и, в принципе, все, что выполняет данное приложение на данный момент. Друзья, есть три степени, как можно очистить это приложение, лайтовое, среднее, и уже совсем прям отключить полностью. Сейчас обо всех расскажу, и сами выберите, как правильно поступить. Первая степень. Самое лайтовое, так скажем, да, отключение. Заходим в настройки, вбиваем здесь слово синтезатор. Нас перекидывает синтезатор речи Google. Находится расширенная настройка языка. Вот синтез речи. Ну вот можете посмотреть. Паузу сделаю. И вот его настройки. Почему оно весит 512 мегабайт памяти? Смотрите, если мы зайдем сюда вот на... Эту шестереночку и посмотрим, какие голосовые данные у нас установлены. Это все языковые пакеты, на которых может разговаривать синтезатор речи Google. Если мы зайдем в английский, например, США, видите, сколько скачено. То есть, чем больше языков вы скачивали, чем больше языков вы установили, на которых он может говорить, тем больше будет весить это приложение. Соответственно, английский стоит, например, испанский вот стоит, да, голос, опять же, занимает 9,5 мегабайт. Английский большой, занимает, наверное, побольше. Даже не пишется, но я думаю, что один из самых больших. Русский язык стоит, опять же, он занимает какое-то место. И вот так все языки, которые стоят, именно они дают и то, что приложение так много весит. Поэтому первое, если вы хотите просто как бы увеличить память без избавления от этого приложения, выбирайте приложение, все приложения, синтезатор речи Google, бам, и нажимаем просто очистить, очистить все, все базы, все тра-та-та-та-та-та, окей. И весит он 48,4 мегабайта. Соответственно, если вам вдруг нужен русский язык, да, то вы просто потом, как я вам показал, через шестеренку зайдете и скачаете себе языковой пакет русский. Так вы можете просто избавить свой синтезатор в Google речи от лишних языков, которые он сам себе накачал. И, соответственно, друзья, мы вместо 500 сделали, что память занимает 48, ну 50 пусть мегабайт, очистили 450 мегабайт. Он на самом деле, друзья, может собирать о вас данные. Есть у него такая функция, вот, как я помнил, сюда, смотрите, анонимный отчет о синтезе речи. Частота работы, производительность запроса, используемые языки, проблемы, так-так-так-так-так-ля, то есть он собирает о вас данные. Это я так просто мимолетом сказать, что на самом деле он не так прост, как нам хотелось бы. Вторая степень, ребят, удаления, так скажем, если мы на него нажмем, это мы нажимаем с вами основу очистить все, нажимаем удалить обновление, соответственно, теперь, видите, он весит 4 целых всего лишь мегабайта, то есть мы удалили все обновления с этого приложения, и вот после этого теперь мы заходим с вами в Play Market, три полосочки, справка, отзыв, как удалять и отключать приложение, и теперь вот здесь нажмите, чтобы перейти в настройки. Здесь все по алфавиту, нажимаете еще показать системные процессы, находите синтезатор речи Google, нажимаете остановить, нажимаете отключить. Все, теперь это приложение отключено, красный значок и больше работать никогда не будет на нашем телефоне, если, конечно, вы его не включите руками или не сбросите свой телефон к заводским настройкам, в таком случае он снова заработает. Друзья, ну и третий, друзья, ну и третья степень очистки самая продуктивная, это с помощью, конечно же, программы ADB UpControl, вы видите ее на экране, как работает программа, посмотрите, в правом верхнем углу сейчас появится подсказочка, и в описании к видео, ребят, будет ссылочка на обзорное видео по этой программе и также, где его можно скачать. Долго заострять внимание не буду, ребят, потому что уже миллиарды раз рассказывал. Вкратце, в этой программе есть все ваши приложения, которые установлены на вашем телефоне, включая системные. находите программу, которую хотите удалить и нажимаете либо правой кнопкой отключить, либо удалить, смотря что вы сделаете. Отключить, нажав, это появится вот такой красный значок, как у нас и есть, то, что мы с вами сделали руками. Удалить. Это приложение навсегда пропадет из этого списка и не будет никогда больше вас беспокоить. Как вот произошло сейчас на экране. Повторюсь, все в описании к видео, посмотрите, как работает с этой программой, если надо. Что ж, друзья, надеюсь, я вам помог. Мы отключили еще одно для кого-то бесполезное, для кого-то, кто этим пользуется, полезное приложение в нашем телефоне. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ребят, ставьте лайкосы. Всех благам удачи. Пока-пока.